Восходящую звезду спорта, чемпиона мира подзюдо Ягу Абуладзе, глава городского округа Андрей Булгаков, пригласил на оперативное совещание в администрацию. Под аплодисменты зала руководитель муниципалитета вручил спортсмену поздравительный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева и ценный подарок. Ягин наш чемпион, его папа, тренер наш Щелковский, который сделает победу Подмосковью, Щелковой и всей стране. И успехов на Олимпиаде. Поздравляем! После награждения состоялась пресс-конференция. Ягу Абуладзе рассказал, что к победе на чемпионате мира стремился с шести лет. В копилке 23-летнего дзюдоиста награды турнира «Большого шлема». Серебро чемпионата Европы 2020. И вот следующая вершина – золото чемпионата мира. Первая для российской сборной за последние десять лет. По просьбе журналистов Ягу показал завоеванный трофей. Тяжелая? Ну, я думаю, очень тяжелая. Ягу противостоял титулованный дзюдоист Гусман Каргызбаев. Со слов Абуладзе, оба прекрасно изучили техники друг друга. Но установка россиянина была сильнее. Я был готов к этому и к этому шел всю жизнь. Некоторые движения просто автоматом получаются. Даже тело уже само двигается, мозги даже не успевают за ними. Как-то так на автомате получилось. В большой спорт Ягу привел отец Джумбир Абуладзе. Чемпион мира не скрывает. Присутствие отца на трибуне в тот ответственный момент его очень воодушевило. Мне просто достаточно его маленького присутствия, чтобы… Ну, моя борьба уже совсем другая. Не надо, чтобы он там что-то, какую-то тактику мне говорил. Просто криков вперед и все. Я ему говорю, что это сынок, вперед, держись. Кромко это сделали, да? Да, вот это момент. И основной он сам творит, он сам творит все на татаме. Он сам принимает решение. Это его решение, там нельзя это подсказывать. Просто я его подбадриваю своими криками, как бы, ну, поймите, мы с рождения вместе. После победного выступления на Ягу обрушился шквал поздравлений. Одним из первых была телеграмма от российского президента. Очень неожиданно было для меня. И приятно, что сам президент России следит за нашими успехами дзюдоистов. Спортивную карьеру чемпион мира начинал в Щелковском ФОКе. Там же проводит тренировки по возвращению со сборов. Конечная цель, как и у любого спортсмена, одержать победу на Олимпиаде. Михаил Налютов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok